Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и просто мои зрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Москва, Россия. И в сегодняшнем выпуске я бы хотел поговорить на тему Олимпиады. Правильно. Сочи 2014. Ну, меня прям просто переполняет всего от эмоций, от всего. Вот много хочется очень вам всего такого интересного рассказать. И не хочу сейчас вдаваться в подробности, как шла подготовка к Олимпиаде. Какие были трудности, какие на пути стояли всякие разные там сложности. Не будем говорить сегодня о коррупции, не будем говорить, какой ценой все это было построено. Ребята, Олимпиада пришла. Олимпиада в России. Зимние игры 2014 все-таки, как мне кажется, принесли радость народу нашему. Всей нашей России, всей нашей стране, всей матушке нашей Родине. И в сегодняшнем выпуске я хочу сказать, во-первых, что я не смогу поехать на Олимпиаду в Сочи. Конечно, очень жалко. Я, ну, просто не получается. И по работе, и по времени просто вот получается так, что в этот период я туда не смогу поехать. Но у меня родилась очень классная идея. Как мне кажется, она, если вы мне в этом поможете, найдет продолжение и будет, ну, просто мега-хитом, короче говоря. Сейчас я вам расскажу, что я хочу предпринять. Ну, во-первых, я обращаюсь сейчас к вам, к моим подписчикам, к тем людям, которые будут смотреть это видео. К тем людям, которые поедут на Олимпиаду, которые будут там. Не важно там, они живут в Сочи, может быть, они приедут с Москвы, из Питера, из Сочи, из Самары. Неважно, из какого города. Ребята, если вы будете на Олимпийских играх, если вы будете находиться в этот момент, когда будут проходить зимние игры в Сочи, вы будете принимать, не знаю, там, не знаю, участие на соревнованиях. Вы будете смотреть соревнования. Вы будете просто ходить по городу Сочи, снимать Олимпийские объекты. Вы, может быть, будете, я не знаю, там, на каких-то зимних фуникулерах подниматься в горы. Может быть, у вас будет какая-то своя, какая-то, может быть, идея маленького такого репортажа и маленького какого-то ролика. И что я вам хочу предложить? Смотрите, вы можете мне прислать на тот адрес электронный, который будет сейчас здесь вот под этим видео. Он будет и в ссылке в описании, и будет часто в мониторе на вашем появится, да? Вы можете мне прислать минутное ваше видео. Видео с Олимпиады, видео с соревнований, видео с самого города, видео с Красной Поляны, видео со спуска, я не знаю. Короче говоря, все, что будет связано с Олимпиадой, ваше мнение, ваше ощущение, ваша, не знаю, ваша оценка, может быть, наша, не знаю, какая-то вот победа вам понравится, вы ее заснимете, может быть, будет гимн России, вы его заснимете, может быть, еще что-то будет такое, что вы заснимете. Ну и, конечно, присылайте сюжеты с самого Сочи, Олимпийского, как он изменился, что в этом городе поменялось, в худшую, в лучшую сторону. Ну, конечно, присылайте добрые, позитивные ролики. Подчеркиваю, до одной минуты. Значит, и есть маленькое одно условие. В этом ролике вы должны сказать два словосочетания. Первое – это «Россия вперед!», второе – «Добро победит!» И минутный ваш ролик на вот этот вот адрес e-mail. Мой помощник Руслан подготовит некий калаш, некую такую композицию из всех ваших присланных видео. Там будут и какие-то музыкальные заставки, там будут победы, там будут, может быть, наше поражение, что бы ни хотелось, конечно. Там будут красивые места самого Сочи, там будут какие-то замечательные, может быть, пейзажи и виды Красной Поляны, может быть, там будет какой-то, не знаю, просто вот олимпийский объект, как он построен, как он вам понравился. Короче говоря, то, как вы его увидите своими глазами. Мне кажется, это просто замечательно. Это, во-первых, не каждый может позволить себе поехать на Олимпиаду в Сочи. Понятное дело, по телевизору будут все это дело показывать, освещать. Ребята, но вы будете присылать именно то, как вы это видите, то, как вы сейчас в настоящий момент времени это ощущаете. И не стесняйтесь, присылайте, присылайте мне эти ролики. Мы сделаем, я скомбинирую, будет супер-мега-хит, короче говоря. Ну, конечно, вы должны сделать, может быть, репост этого видео, там по сетям разогнать все это дело. Потому что чем больше мы наберем, соответственно, интересного материала, тем лучше и краше будет сам ролик про Олимпиаду. Мне кажется, это просто замечательно, да. Мне кажется, эта идея просто сплотит нас, нас всех в Ютубе, да просто в жизни. И, конечно, это будет еще одной возможностью для того, чтобы заявить о себе. Потому что под вашим видео или на вашем видео будет написано имя и фамилия, может быть, ник в Ютубе, может быть, еще что-то. То, как вы сами пожелаете. Очень все просто. Присылайте на вот этот e-mail. С пометкой Сочи 2014 или Олимпиада, без разницы. И мы весь ваш материал, который вы пришлете, сделаем под закрытие Олимпиады 23 февраля. Мы сделаем большой, такой супер-пупер просто ролик. Так его и назовем. Олимпиада глазами простых людей. Вот так его и назовем. Он так и будет называться. Потому что одно дело, когда все это красиво покажут по телевизору. Одно дело, когда это вы увидите и вы пришлете. И вот, мне кажется, это будет очень-очень интересно и очень трогательно. Посмотреть, как наши побеждают, как наши завоевывают медали. Как, не знаю, просто Олимпиада это такое событие, которое происходит не так часто. Может быть, у кого-то это вообще первая Олимпиада, которая проходит в России. И которая, может быть, запомнится именно такой. Давайте вместе сделаем с вами это событие. Ну, незабываемым, что ли. Давайте все-таки вместе попробуем сделать праздник. Прежде всего, самим, себе. Мне кажется, эта идея очень хорошая и очень позитивная. Потому что, лично я, вот, ну, я надеюсь и я уверен в этом, как минимум, Россия войдет в тройку лучших стран по медалям. Если спросить у меня, какие я буду, например, смотреть трансляции, да. Конечно, если будет время, буду смотреть то, что буду показывать. Но, конечно, это хоккей. Я буду болеть за хоккей. За нашу сборную по хоккею. Я буду болеть за биатлон. Мне нравится точно так же, ну, горные лыжи мне нравятся, да. Конечно, сноуборд мне нравится, да. Ну, все-таки хоккей. Я все-таки ребятам желаю нашей сборной по хоккею победы. Потому что вот от этого будет зависеть, наверное, вообще успех всей Олимпиады. И я надеюсь на победу. Я все-таки надеюсь, что мы победим. Как я уже сказал, надеюсь, что мы войдем в тройку по медалям. Ну, туда, наверное, еще войдут Америка и Китай. Но я буду держать свои кулачки, а поверьте, они у меня не маленькие, за Россию. Я верю в победу. Я надеюсь, что Россия победит в этой Олимпиаде. Заявит о себе. В принципе, она уже заявила о себе на весь мир. Россию знают и Россию уважают. И я считаю, что мы это заслужили. Мы это заработали. Неважно какой ценой, неважно какими усилиями мы это сделали. Город преобразился. Россия на слуху. Мы впереди планеты всей. Поверьте мне, я знаю, что я говорю. И, конечно, большая заслуга. Что там говорить Путину? Молодец. Все правильно делает. Молодец. Просто уважаю. Снимаю шляпу. Он это сделал. Он это, как говорится, все воплотил в жизнь. И сейчас наша задача просто выиграть. Просто победить на этих играх. И еще раз доказать всему миру, что Россия лучшая. И Россия сильная держава. Вместе мы сила. Россия непобедима. Присылайте свои ролики до одной минуты на вот этот e-mail с пометкой «Олимпиада» или с пометкой «Сочи-2014». И мы с вами сделаем классное видео под закрытие «Олимпиады» 23 февраля 2014 года. Все. С вами был Сергей Симонов. До новых встреч. Скоро увидимся. И репост, ребята. Обязательно сделайте репост. От вас зависит многое. Все. Чао. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова